Здравствуйте, меня зовут Анастасия Королёва, и сегодня с руководителем организации Internationalen Medienhilfe, Björnum Akstenat, мы везем немецкие газеты и журналы со всего мира из архива организаций в международный музей газет города Аахин. Internationalen Medienhilfe — это сеть издательств на немецком языке за рубежом, в которых насчитывается более двух тысяч наименований по всему миру. Они издаются за пределами Германии для немецкоязычных туристов, деловых путешественников, немцев, австрийцев, швейцарцев за рубежом, студентов, изучающих немецкий язык и просто любителей прессы на немецком. Выбрав автобан А4, мы направляемся в город Аахин. Именно здесь расположен Международный музей газет, или по-немецки Internationalen Zeitungsmuseum Aachen. Именно в этом музее находится самая большая коллекция газет и журналов на языке Гёте из разных уголков нашей планеты. Бьернах Сенат, основатель организации Internationalen Medienhilfe, начал собирать немецкие газеты, журналы, общественные письма, ежегодники, информационные бюллетени примерно в 1990 году и передал собранные экземпляры музею в 2013 году. Сегодня мне выпала возможность передать юбилейный выпуск газеты Deutsche Allgemeine Zeitung, посвященный 50-летию издательства, в архив музея совместно с Бьерном. Такое разнообразие немецкоязычных публикаций может удивить любого читателя. Немецкие газеты из Африки, Америки, Азии, Европы. Кажется, здесь немецкая пресса объединила весь мир в одном доме Аахина. Стоит сказать пару слов и о самом здании музея. Один из старейших домов города 1495 года постройки. Музей здесь был открыт в 1931 году. Сотни тысяч экземпляров газет хранится особенным образом в архиве музея. А также запущен проект по цифровизации архива. Часть газет уже успешно отсканирована на высокотехнологичном сканере, приобретенном специально для Ахинского музея. Международный музей газет радует посетителей мультимедийностью и интерактивностью экспонатов. Среднегодовое число посетителей музея до пандемии коронавируса составляло около 12 тысяч. В беседе с директором музея Андреасом Дюршполем удалось узнать, каким образом и как часто пополняется архив столь уникального музея. Усер архив живет из-за того, что многие люди приходят и у нас alte Зайты привезут. Вместе с тем, что в России, много людей позвонили, и сказали, что они сейчас в ухо сомнении. Или в ухо сомнении, что они в ухо сомнении. Это для них что-то для них? Поэтому можно сказать, что мы почти в речи новые книги, которые мы не получим. Мы не собираем все. Мы выбираем в городе, чтобы эти книги нашли нашли. Есть книги, которые не интересны для нас. Но есть также журналисты, которые были закрыты или даже шевелы, или в очень плохом состоянии, которые мы тоже не берем. Поэтому мы будем их сначала предоставить в городе, и тогда будет решено, на какие места из архива они приходят.